Доброе утро, друзья! Мы только что прибыли куда? В Швецию. Сейчас выходные дни. В общем, решили мы ехать с Испании не спеша, да? Ну не то, что не спеша. У нас бы так и так надо было заправиться. Не, но мы уже могли бы стоять в Норвегии просто давно-давно. Ехали мы, короче, по 800-900 км в день. И вот сейчас только у нас в Швеции. И до Норвегии нам до выгрузки еще 500 км. Мы уже все равно доедем до Норвегии, заедем в Швецию и подкупим продуктов Малеха. А то у нас пустой холодильник. И что? На следующем повороте поверните налево. Да можно. Попробуем встать сегодня пораньше. Там как раз пару паркингов, например, у нас есть. Лидл написано, что с 9, хотя в других странах вообще не работает. Ничего, никакие магазины до вторника. В Швеции еще что-то работает, правильно? Ну да, видишь, ИКО будет работать. Да, ИКО работает, написано, поедем вы куда ездим. А город как мертв, смотрите, ни одного человека, ни одной машины. Ну, магазины работают, это плюс. Хотя бы мы можем что-то покупать. Или проложить. Сейчас доедем, вы куда туда подкупим что-то. Минимально, на неделю нам максимум. Готовьтесь к левому повороту через 1,8 км. Мы на этой стороне стоят уже сделали. Там была логистика, парманы какие бы поделали. Так, ребята, такого пиздеца на таможне не было давно. 50 минут, да? 50, пауза. Очередь, мы думали, если честно, едем по той стороне, смотрим одна машина. Мы думаем, ну мы и тут будем одни, проезжаем. А тут что у нас? Тут полный трэш. Тут полный трэш, ни одного места свободного, все в хвостах стоят. Может это первое число, может еще и за счет... Я думаю, может 1 апреля, что разыграли нас сначала, потом зашел и понял, что тут уже просто пиздец. Ну вот, короче, прошли только таможню. И сейчас вылетаем, вылетаем куда? Да. Нау рентген поставили, да? Угу. Уже рабочий, наверное. Уже акваун такого не было? Нет, не было этого, кстати. Там уже не было. Уже, видите, рабочий рентген. Да, на этой каденции мы даже сюда не ездили. Там и на той особо не были. На развилке держитесь с левой стороны. Вот так вот. На твоему не были, мы были на первое. Мы же оставались там на две, на два месяца. А, да, да. Мы были на первое. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Не были мы месяца 4 точно здесь. Я думал, может, что-то поменялось. Ну, какая-то жопа полная, конкретная такая. Я вообще думал, что они стоят, просто стоят. Знаешь, как там пауза там или еще что-то у них. Думаю, праздники, может, стали стоят. А тут не оказалось. Нет, тут пауза нельзя стоять. Нет, тут пауза нельзя стоять. Я сразу тоже думал, что, может, кого-то там поотменяли. Знаешь, ну, блядь, нет. Все сидят. По 300 человек очередь. Странно. Может, выходной не работали? Короче, все, выехали. Теперь у нас миссия «Найди паркинг» называется. Да, с тем учетом, что все эти машины собираются ехать. Все машины стоят, приговорят каждый. А где встать не знаешь, может, какой паркинг есть. Короче, надо быстро-быстро-быстро валить куда-нибудь на паркинг. Занимать места. Да. Ну, у нас по пути что? Весничок, потом 24 съезд и 55. Если там не станем, то все, финиш. Финито ля комедия. Итак, друзья, стояли на загрузке, мы стояли. Нам сказали проехать на рампу в 12 дня. А мы это говорили вообще или нет? Нет, мы их не снимали совершенно. В 12 дня нам сказали подъехать на рампу. Мы приехали на рампу в 12. А, сразу сказали к 10. К 10 сказали в 12 на рампу. В 12 на рампу стали, понесли документы. Говорят, нет на складе места. Вот, проезжайте к 7 вечера. Поедем пробовать к 7. Что делать? Сходили пока на 24 съезде в душ. Помылись, да? И стоим. Сейчас будем записывать другой ролик. Поехали. Что, друзья, решили мы ехать. Нам сказали на этой выгрузке, да? Да? Что да. Ну, я у тебя спрашиваю. Что нам сказали? Ну, к скольки нам сказали приехать. К 7, наверное. К 7. И мы решили, что мы поедем. Сейчас уже 6-10. Ехать туда минут 20, как я понимаю. Ехать туда минут 20. По гугл-картам показывает, что уже закрыто. По-моему, там или сегодня вообще был выходной? Не знаю. Ну, не знаю. Менеджер у нас напрох с самого утра. И мы сейчас, короче, что будем делать? Звонить менеджеру вечером. Не в мониторинг, а лично менеджеру и говорит, что вот такая вот песня у нас. Поднимайся, помогай нам. У нас-то завтра поплава выгрузка. С 6 до 2. Но нет, он с самого утра говорит, давай быстрее валим. Едем прям. Ну, едем прям, да? Да. Встали мы на этом 24-м. Машин много. У тебя вода, кстати, нормально была в душе? Нет. У меня холодная? У меня холодная. У меня тоже холодная. Потому что я даже шампунь плохо смыла сразу. А бы шел уже в парке, в транспорте еще вода была, что было? Сейчас вообще такая ледяная вода. На леснике это-то кайфовое, да? Я просто думаю, что может много машин. И все моются за счет этого холодного. Сейчас выходные, праздники или все были. Поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Так что всю теплую воду взяли и использовали. Хотя кто-то до этого тоже говорил с наших друзей. Помнишь, что на 24-м холодная вода была? Ну, оно есть, когда горячее, когда холодное. По-разному. Через 310 метров въедете на дорогу с круговым движением. Что, друзья, вот мы и вот вам. Сейчас мы вам покажем щель, в которую мы будем выгружаться. Там хоть немножко машины эти разъезжались. И он там был трэш. И он там был трэш. С тем учетом, что 5 дней у них был выходной. И после этих 5 дней выходных туда съехали все машины. Там, короче, какой-то турок оптовый продавец овощей и фруктов. Там орехи, потом есть какие-то мёд. И там что, после выходных, каждый пролетает, хватает по одной-две коробки у него. Там из легковушек очередь. На этой фуре там вообще не вшемиться. Улочка узкая. На рамку там попасть было, конечно. Нам все равно сколько мы ждали. Часа полтора, да, мы разъехались. Потому что мы просто не прощемились. Мне кажется, там просто не рассчитано на фуру. Там вы, наверное, вот такие небольшие как-то, которые категория С. Ну, да, может быть. Потому что по заезду там видно, что там не для фур совсем. Ну, видишь, что же мужик придумал? Со всех стран там, например, едет фура с разным грузом. То есть не одно мы везем. Там, например, три вида, три загрузки. Он выгружает у себя на складе. А потом это покупает опытом. А потом тоже как бы мелким оптовикам это продает. А те уже, видно, на рынках, в магазины где-то развозят. Ну, кстати, работники там кто-нибудь по национальности? Узбеки есть. Ну, узбеки. А вот который начальство был? Турки. Вот самое интересное. Кажется, ну вот машины такие обычные ездят. Это как такси, такое чувство, что... Ну, как обычные. Не все электро, а почти все. Ну, ладно, электро. Вообще, ну, по маркам. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Готовьтесь через 50 метров плавно повернуть направо. И, 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 и. Через 300 метров плавно поверните направо. И едем направо через мостик, и там будет наша выгрузка. Плавно поверните направо. Твои станки работают они? Ну, я думаю, да, вторая смена пришла. Работают. Я думаю, может они сами еще посмотрели, что это фура. Это не маленький бусик, который под прилетом, и они выгрузили. Они увидели, что фура, и думают, да ну их нахрен. Пускай вторая ночная смена их выгружает. Ну, хотя мы под склад ушли, там вообще не было места. Там было заставлено все. На следующем повороте поверните направо. Этими ящиками, коробками. Я вообще не знаю, куда все это с фуры можно выгрузить. На следующем повороте поверните направо. Так, ребята, вот тут слева. Да, вот тут вот слева. Сейчас будет наша фирма. Через 200 метров выполнится разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Затем прибудете в конечный пункт. Вот тут, где полеты стоят. Вот это наша фирма. Ну, может, не отниму машину что ли? Не сжися. Ну, легковушки, видно, домой уехали. Там в ЮРДП стоит уже. Ох ты, блин. Вот, потом на круговое. Мы будем опять объезжать с другой стороны. Используйте третий съезд. Затем прибудете в конечный пункт. Перепроложить. Через 300 метров выполните разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Там уже и ЮРДП стоит трехвоздник, по-моему. Ну, а что он там может интересно? Не знаю, мы же встанем сразу на рампу, короче. Ну да, или по 16 или 17. Куда будет удобнее. Видите, какой объезд. Да, тут заезд еще такой. Тут днем вообще. Тут такой трэш днем. Это сейчас уже половина закрылась, наверное, да? А, да. Это, наверное, видишь, на рынке, в магазин они приехали, поразбирали коробки. Сейчас уже, наверное, у них магазины, все рынки закрыты. Все, они разъехались. Остал, блядь. Опа-на. А вот и я. Ну и вот еще стал опять с двух сторон. Вангертека, как наши ребята называют, коллега. Коллега стоит. Коллега. Какой-то литовский прицеп. Вот так. Видите, он зависел, правильно или нет? Чуть-чуть развешан, завешан. Видите, что мы паркуемся сразу под рампу скажут. А что это вы, ребята? Вот тут. Ага. с круговым движением. Все, друзья, всем доброе утро. Мы вчера доехали, да? Ночью стояли. Десятку, не девятку. Сейчас идем смотреть. Может, наш прицепчик пригрузили уже, да? А ты не видела номер наш? Тут еще вон какие горы снега. Пошли там, посмотрим. Пойдем сходим в туалет, заодно посмотрим не загрузили ли наш прицеп. Карьер. У нас карьер. Ну, ну, ну. Нету нашего прицепа, значит, он под рампой. Пойдем тогда в туалет. Сейчас нам должны загрузиться, и мы выезжаем. Не знаем, куда. На Францию груз. А куда поедем, посмотрим. Всем добрый день, друзья. Что, у нас загрузить должны были в 9 утра, да? Да. А загрузили во сколько? В 3, наверное. Почти полчетвертого, да. Сейчас 4.17, мы только вот доехали с 55-го съезда до Ослива. Семь градусов на улице, жарко. Жарко. Вот. Поэтому только выбираем все из Ослова. Менеджеру написали, что делаем. Сами едем на таможню. Написал, у вас свод стоит. На четвертая, типа. На четвертая, да. Мы говорим, мы не против бы и сами съездить. А он нам что говорит? Тогда поедем сами. Поедем сами. Но потом мы ему написали, что у нас получается 45-ка на следующий. А, да. Мы ему написали, что типа он написал, что поедем сами, будем искать груз из Франции или Голландии на АНЛ. Я ему написал, что у нас еще по плану 45-ка, чтобы он был в курсе. И он замолчал. Ничего нам пока не ответил. Поэтому мы не уверены до конца, что мы едем сами. Да? Будем смотреть. Да, будем смотреть. Ну, если мы доедем до Швеции и будет тишина. Мы ходим сюда на паром и поплыли дальше. Да, и поплыли дальше. Это какая-то небольшая как пробочка, да? Почему-то. Сейчас пик уже. Почему час пик? У них что, уже так мало работает? На трех часов и все домой? Да. Так, друзья, мы остановились. Весь паркинг забит. Стали вот так вот у дороги. Быстро сбегаем. Куда мы сбегаем? Магазин. Надо нам подкупить, если вдруг мы останемся. Ты еще на выходные работать. Надо вдруг что-то подкупить. Короче, пойдем быстренько подкупим. Там мясо, может килограммчик, фрукты, овощи. Я на диете, Алена сказал. Поэтому много не берем. Так, друзья, что, сходили мы в магазин быстренько, да? Распаколки у нас у меня будет проводить Алена. А я пока буду ехать. Так, друзья, Алена начинает взливать распаковку. Что мы купили на 31 евро, да? Молоко полтора литра. Давайте я буду ставить на пол, потому что едем неудобно. Молоко. Потом кофе холодное, капучино. Помидоры. Тут их вот небольшие такие. Яблоки два пакета. По полтора евро где-то. Не, меньше, наверное. 15 крон пакетик. Потом мясо. Килограмм такого мяса. И 800 там. Вот, кстати, вот мы берем. Два вида мяса. Потом взяли эти... Лаваш. Лаваш. Я уже забыла, как это называется. Огурец один. Шоколадку. Две было такие шоколадки, одну съели. Так, и что мы еще взяли? Ничего. Ничего? Кола. Нахрена она, на это мы ее взяли. Вот так вот. Вроде бы ничего такого не брали, но это магазин какой? Коп. Ну, он дороговатый, он не видел. Да, он коп. Ну, 31 евро. Вот так. А это в распаковке завершены. Едем на барон. Ха-ха-ха, ребятки. Мы, короче, ехали, тут намека на снег никакого вообще не было, да? Да. А сегодня разговаривали тоже с экипажем. И нам выросли, типа, вчера швейцин как вальнул снег. Мы думали, ну, вальнул и растаял, а тут ездит, тут такая зима нормальная, да? Ну, снега столько. Она хорошо вчера валил. Ты что, видишь, даже не растал. Сколько сейчас показывает градусов? Минус один. Минус один. А, ну, они тоже говорили минус один вчера было. Ну, и снег. Да, смотрите, все. С другой. За концу каденции у нас и в Испании снег, и в Швеции. До этого ехали ни в Швеции, ни было снега нигде. А тут на тебе. Всем доброе утро, друзья. С вами Сачуптв. Ну, и, короче, что нам вчера стали на паузу, да? Подожди. Подожди, откуда мы ехали? А, мы ехали во Францию. Вот что у нас. Мы не снимали просто. Приехали во Францию, темно было. Выгрузились, помыли прицеп. Едем в Калаис. Думаю, ну, блин, сейчас поедем в Калаис. Будем 45-ку, наверное, там стоять. 7.50, менеджер нам пишет. Едем, короче, поближе к прицепу. Там будет еще перецеп. И еще перецеп, всю информацию получится позже. Мы говорим, короче. Заедем в Калаис, типа, хотя бы помоемся. Потому что, ну, без душа там день-два, наверное, мы были, да? Ну, да. В Норвегии мы мылись в последний раз. В Норвегии-то Франции. Ну, день без душа, типа, там по пути можно помыться, все равно куда спешить. Заехали, помылись. Приехали на перецеп. Перецеп должен быть здесь вечером. Легли спать. Через 3 часа звонит чувак. Я уже подъезжаю. Найди место. Пока вышли, место нашли. Мы перецепились. Легли. Не заснуть. Опять там заснули на час, да? Ну, да, час поспали. Выехали. До следующего перецепа 150 километров было до Германии. В Германии перецепились сегодня ночью. И сейчас вот едем, он нам написал, что сегодня вырабатываем смену. Становимся в Польше на 45 часов. Где-нибудь, да? Ну, получается, смена у нас мы можем до часов до 7. Не, меньше. До 7, до 7. Мы же открылись в 10-10. А, да, значит, до 7. 7-10 у нас смена заканчивает. Смена до 7. Ну, мы сейчас заедем на магазин Водер. Да, потому что, наверное, никуда не попадем в такие магазины. Да, посмотрим, что там появилось, что там не появилось. Алена говорит, там родителям надо мазь от боли в спине. Алена говорит, там была мазь от 1-ой силы, да? Да. Там даже по-русски было написано. Там все товары по-русски и по-немецки. В общем, сейчас заедем на Водер и двигаем дальше в сторону Лоди. Да, порошок все посмотрим родителям. Так что, двигаемся на Водер. Так, друзья, доехали мы до паркинга на Водере. Быстро-быстро рвем в магазин, да? Быстро-быстро. Потому что нам надо успеть еще встать. Там Варшава, как закроется, мы там можем и не встать потом на Лоди. Всем здравствуйте, дорогие подписчики, да? Что у нас тут? Сборы, разборы, переборы. В общем, отстояли мы уже 44-56 минут. Через 4 минутки делаем старт и выдвигаемся на базу, да? Да, сколько ехать? Ну, 680, но плюс там мы поедем через Ломжу. Может, закраситься расстояние, что может 650. Ху, ребятки, 2 часа ночи. Только мы сдали, да, машину. Она нам скажет пока фарами, да? Ну что, хоть ты мозги нам делала, да? С Вебастой. Но зато ехала быстро. Поэтому пока-пока. Идем отдавать ключи. И что? И в Башиду спать. Нет, еще документы пойдем сдадим. Сдадим отчет, да. И пойдем спать в машину. Короче, пробили колесо. Да? Надо найти шиномонтаж. Либо какой-то насос сейчас договорится. У нас в ремкомплекте есть, чтобы попробовать найти, где пробитие. Попробую сделать. А там будет видно. Все. Идем отдавать клюнчики. И идем в свою машину. Кстати, опять сел аккумулятор у нас, да? Я думаю, скорее всего, у нас сигнализация. Сигнализация у нас сделает, да. И она включалась. Она высаживает аккумулятор хлам. Вот так вот. Доброе утро, друзья. Короче, привезли Санжара. Отдали. Там у нас остались продукты, закатки, консервы. Отдали Санжару. Сейчас он пошел в хостел. Сейчас пойдет с нами. Говорит, по Бруклину пойду погуляю с нами. Короче, мы пробили колесо. У нас была булка. И на новой резине под шипами растрескалась резина. Вот съездили мы на шиномонтаж, да? Парни нам отдали спасибо. Им говорят, бесплатно отдам колесо. Дали нам бесплатное колесо. А були? Отдали 14 евро, да? Ну, дали 20-ку плюс колесо. Вот. Чтобы домой доехать хотя бы. Молодцы, конечно. Молодцы, да. Все, сейчас поедем в Бруклин. Потом кушать поедем, да? Ну, ты же можешь кушать. Я не хочу кушать. Все. Что, друзья? Мы прибыли куда? В Бруклин. Пойдем, походим, погуляем немножко по Бруклину. Встретились с коллегами, да. И в Куркану никуда. Сейчас зайдем в магазин пневматики в Бруклине. Посмотрим, да, кстати? Что, друзья? Алена купила вон сумку. Натарвила там эту сумку кофе, да? Да, да. Самжар с нами прогулялся. Купили. Кроссовки купили. Попали на акцию Puma. Красные. Как и мечтал, да? Да. 41 евро. Вот. Все. Теперь мы выдвигаемся куда? За ВНЖ. Что, ребятульки, мы уже решили ехать мы куда? На Каменный Лох. Да. Но колейка из грузовиков, блядь, это просто что-то с чем-то. Это что-то нереальное, да? Что-то не хочет. Я не знаю, сколько там осталось на границе, не следили. Просто подошел подписчик, говорит, что ехал сюда вчера. И типа со стороны Литвы открыли для легковых, у которых нету так сфри. Говорит, отдельную очередь по значкам автобуса, чтобы разгрузить очередь. И говорит, было пусто. А мы хотели ехать через Латвию. Ну, и мы, короче, решили уже ехать сюда. Да? Да, у нас тогда... Просто я понимаю, что назад дороги нет, да? Назад уже не поедем, да. Если что, будем стоять, сколько будем стоять. Покушать у нас есть, как бы... Да, ну я в шоке. Ну, из грузовиков здесь просто трэш. Тут даже вообще на конца не видно этой дороги. Так это мы уже ездили сколько? Я не знаю, вот поздно начали снимать до этого. Было много машин, мы так думали, а это может сейчас закончиться. Мы тут поняли, что здесь еще очень недалеко. Туалетом поставили, пену. Ну, так видишь сколько? Ну, так видишь уже с каждой. Это жесть, конечно. Мы просто надеемся, что слегка вышек такой нет. Ну, что такое? Это просто, конечно, трэш. Машину сдали, ВНЖ забрали, Санжара отвезли. Хостел. Сами решили ехать сюда. Все-таки на 200 километров получается крупность, так мы поехали через Латвию. 200 километров круп. Хрен его знает. Может быть, мы бы и не стояли там. Кто и узнает. Все, подъезжаем в зону. Там, где сейчас будут легковушки стоять. Я уже вижу их. А это далеко еще экскурс? Да, далеко еще. Заправки далеко. У меня почти уже заправки. Кстати, там, заправка. Все, ребят, встали. Не доехали до заправки метров 300. Ну, я думаю, здесь очередь, блядь. Так, чтобы не соврать. Мне кажется, часов на 15 точно. Ну, вот парень к нам только что подходил. Он ночью сюда приехал, перед нами стоял. Я поехал на заправку. Да, я думаю, что часов на 15. Ну, уже никуда не поедем. Я думаю, что до утра в любом случае должны пройти. Будем меняться просто, что спать, если что. Вот так. Что, ребятки, время 3 ночи. Мы уже 12 часов на границе. И это нам повезло, что мы объехали весь правый ряд. 20 машин еще, да? Они все стоят, мы подходим, спрашиваем. А что вы не едете в правый ряд сюда? Ай, там что-то, наверное, это, наверное, то. Туда никто не ездит. Вот мы, короче, тремя машинами стартанули. Уже две прошло, сейчас мы проходим. И за нами еще две стартанули. Вот, все, сейчас мы заезжаем. И потом белорусы остаются. А, паспортные белорусы. Всем доброе утро, друзья. Мы уже дома, да? Короче, помыли машину вчера. Выспались. Помыли машину. Вчера ездили по делам целый день, да? Ездили, хотели узнать, сколько покрасить будет. Еще заметили такую херню, сейчас вам покажем. Я же зимой был соседу, когда прогревал, впилил. Эти писяги мы отмыли, остались такие маленькие писяги. И где-то сколик был. А, вот, сколик. И кусочек резины оторвало. И вот этого не было точно, да? Ну, я просто так и не видела. Приехали, вот, кто-то въебал в арку. Появилась мятина. Короче. Появилась мятина. И что? Границу мы прошли, короче, за сколько? За шестнадцать, да? Шестнадцать. Шестнадцать часов мы прошли границу. Долго-долго. Ждем расчет. И сейчас едем путешествовать. Начали расптищику едем, кстати. Да. Ну, это будет новый ролик. На этом мы наш выпуск будем завершать. И всем пока-пока.